Хотела рассказать, как я выучила английский язык. То, что даёт школа, наша советская СССР нам давала. Я родилась в Украине, выросла в Крыму. И, по-моему, с четвёртого класса, там учат английский язык, с четвёртого. Но такая база небольшая у меня была. И когда я ехала в Америку в 2000 году, я наняла репетитора. Такая была женщина, которая всех нас учила. Она нам, во-первых, помогала документы оформлять на выезд. И плюс ещё давала уроки английского. Какие-то она книги нам продала. Сейчас даже не вспомню автора, но можно сказать, что по этим книгам было очень трудно учить английский язык. Красиво развиваются два флага. Кое-как разговорные языки освоила. Хотя в колледже тоже мы учили английский. Но почему-то, когда нет практики, то не очень сильно слова на память приходят. То есть ты пытаешься с кем-то поговорить, с каким-то человеком, но у тебя нет именно в лексиконе такого большого запаса слов английских. И когда я прибыла сюда, в Штаты, в Штат Вашингтон. Небо просто божественное. Я зависла немножко сейчас. Вот в этой стороне очень красиво солнце садится. Получается там запад в ту сторону. Закат солнца. Я летела в Америку через Нью-Йорк. И первая моя остановка была в Нью-Йорке. И дальше была пересадка. Я летела на Портленд из Нью-Йорка. Семь часов еще из Нью-Йорка в Портленд лететь. И у меня просто был культурный шок. Я много вещей не брала в Америку. Весь мой багаж был в одной большой сумке. Причем, что даже не было чемодана у меня приличного. У меня была просто какая-то дорожная сумка, которую я всю дорогу тащила. И в Нью-Йорке эта сумка развалилась каким-то образом. Я не знаю, как уже ее там кидали, пинали. Но в Нью-Йорке надо было перенести свой багаж с линии на линию. То есть ты прилетел, забираешь свой багаж и несешь на другую линию, ставишь, чтобы отправить его дальше. И когда мне дали мою сумку, то там на ней не было живого места. И я думала, что я везу все самое ценное, что у меня есть. Вот какие-то вещи я купила себе новые. Какую-то обувь. Альбомы с фотокарточками. Не помню, что еще. Может какие-то бытовые приборы. Книги, наверное, какие-то самые дорогие. Мне, сердцу моему, дорогие. И все это просто оказалось вываленным на ленту. И ехало на этой ленте. И там очень много афроамериканцев работает в аэропорту Нью-Йорка. Не в каждом аэропорту встретишь таких работников. Но, во-первых, у меня был культурный шок, когда я все это увидела. Столько людей другого цвета кожи, чем у меня. А, во-вторых, они немножко-таки отличаются от поведения тех штатов, восточных, отличаются от поведения людей западных штатов. Особенно работников аэропортов. Аэропортов, наверное, правильно сказать. И я попыталась им что-то сказать по-английски. Май лагич, май лагич, показываю, май лагич едет. А они мне показывают, ну-ка, давай, иди отсюда. То есть надо было там через какие-то двери пройти, чтобы зарегистрироваться в Новфриеже. И они на меня начали махать руками. И не дали мне взять этот май лагич с ленты и собрать его как-то таким образом приличным, чтобы он дальше поехал, полетел. И я прошла в какие-то двери. И как бы пытаюсь объяснить этой. Женщине, крупной такой, огромных размеров женщина в униформе работника аэропорта. Пытаюсь ей объяснить, что мне же надо как-то вот мои вещи. На что она мне показала на пистолет на своей талии. На своей талии, которая была под мышками. И пинаю шишки. Так. И сказала, что но-но-но, назад дорогу нельзя возвращаться. Если ты повернешь назад, в эти двери пройдешь, то я сейчас позову еще security, и мы тебя свяжем. Свяжем и заломаем, положим на пол лицом вниз. И будешь знать. И я, значит, через эти стеклянные двери. Я в самолете познакомилась с каким-то русскоговорящим тоже мужчиной, который летел... По-моему, он даже летел в наш штат. Вот сюда. И у меня с ним был рейс до самого Портленда, что меня очень даже спасло и выручило. И я ему стала через стекло показывать, что позаботься, позаботься там о моем багаже. И добрый-добрый мужчина, добрейший в душе человек, каким-то невероятным образом он у кого-то выпросил веревку, у какого-то служителя там порядка, и связал мою сумку. Смешно вспомнить, что эти вещи мне вообще потом не пригодились. Ну, кроме фотографий, которые у меня остались. Ну, и, может, пара книг, которые я с собой везла. А вещи, все, что я везла, я потом или где-то здесь отвозила на бесплатки, или в посылки упаковывала, отправляла обратно те, которые получше, подороже вещи. То есть зря их тащила. Нужно еще сказать, что я была почти на восьмом месяце беременности, когда я летела в Америку, и мне вот такой стресс достался. Я где-то в Праге спала на полу в аэропорту. Ой, даже не знаю, как правильно сказать, в аэропорту. Нет, в аэропорту тоже неправильно. В аэропорту. Вот так. В аэропорту. В Праге спала без еды, без воды. Не было у меня даже долларов, чтобы там какое-то купить себе питье или еду. стелила свои вещи и спала на них на полу. Ну, плохо. Плохо был организован мой перелет. И сразу же в Нью-Йорке мне пришлось пересесть на другой самолет. И пока я летела в Портланд, мне очень стало плохо. Ну, мой рассказ не об этом. Мужчина меня спасал. Дай Бог ему здоровья. Не знаю даже, как его зовут. Но если бы не он, он был на тот момент моим ангелом, хранителем. И здесь практически с первых дней в штате Вашингтон я пошла в школу. То есть был такой ESL курс. English as a second language, ESL. И для вновь приезжих надо было пройти 5 левелов, 5 уровней английского языка. По-моему, когда я уже заканчивала 4 левел, интересно было. Потому что, ну, здесь же, если нет у тебя машины, то ты никуда не можешь добраться. В больших городах есть общественный транспорт. В нашем городе не развит. У нас не такой большой город, крупный. Здесь общественный транспорт не развит. Очень слабо развит. То есть одного автобуса можно ждать час и больше. Чтобы добраться до колледжа, мне надо было две пересадки делать. И я выходила поначалу, выходила пораньше, ехала. Мама смотрела за ребеночком моим, пока я была в колледже. А потом уже я купила себе машину, мою первую за 500 долларов. Это была машина Мазда двухдверная 1989 года, как сейчас помню. Маленькая голубенькая Мазда такая. И она мне прослужила верой и правдой. Я в нее даже не вкладывала ни в финансы, ничего не переделывала в ней, ни колеса не меняла. Единственное, что я... Как бы мне продали эту машину, она еще была на стыке, то есть manual, коробка автомат такая, ручная. И мне даже никто не показал, как ей управлять, как ей... Разбирайся сама. И я вот гоняла на ней по маленьким таким улочкам, никуда не выезжая, ни на хайвей, ни на фривей, а по таким вот деревенским улочкам, гоняла на ней, переключая, дергая этот рычаг, переключая скорости. Ну, весело было. И потом мне надо было сдать экзамен на вождение. И я помню, никто не хотел мне помогать в этом, ну, чтобы пройти этот курс как-то с минимумом английского, пройти этот курс и сдать экзамен, как бы натаскать меня, чтобы я могла на вопросы правильно ответить. И был какой-то еще мужчина, такой семейный, тоже такой крупный мужчина. У него большая семья была, и он со мной вместе в колледж ходил. и тоже сейчас вспоминаю, дай Бог ему здоровья. Он говорит, хочешь, я тебя научу, то есть подготовлю. Я говорю, вы серьезно, вы можете это сделать для меня? То есть я даже не знала, что есть такие добрые люди на свете. И мы с ним сбегали с уроков. Интересно звучит, да, сбегали с уроков этих английских. И он меня учил, как правильно водить машину. И объяснял правила, и, как бы сказать, подготавливал к этому экзамену. Я потом смогла экзамен сдать хорошо. Кстати, теорию я сдала, а практику я не сдала, потому что я путаю лево и право. И это проблема. То есть у меня есть на левой руке родинка. И если мне на физкультуре говорили в школе налево, я всегда смотрела на руки. И если видела родинку, я поворачивала в ту сторону. И едем мы с инструктором. Была женщина. И я прекрасно выехала с автошколы и еду. И тут она говорит, они как бы не имеют права показывать направление рукой. И она просто говорит turn to the right. А я путала right и left. И я включаю этот самый левый поворотник и поворачиваю направо. это тетка говорит так. Вот сейчас поворачиваешь два раза right и едешь обратно в автошколу. Ты не сдала. поворачиваю ну и как бы сказать такая ошибка можно подумать что это не серьезная ошибка но для инструктора это была конкретная ошибка что человек перепутал поворотники то есть я потом как выучила что направо это вверх поднимаешь рычаг а налево это вниз и тогда мне было легче запомнить вверх и вниз чем right and left то есть право это вверх а лево это вниз вот этот цокол которая включает лампочку поворотника и когда я закончила уже четвертый левел у меня так пошел хорошо разговор на английский и в Америке нельзя бездельничать да у меня был маленький ребенок он только недавно родился и здесь же нет никаких пособий на детей из-за того что нельзя в Америке бездельничать меня отправили на биржу труда то есть вот мы тебе дали образование у тебя есть теперь английский язык 4 левела ну ладно там 5 я не пошла в 5 класс теперь значит иди ищи работу себе иди на биржу труда прихожу на эту биржу такой там компьютерный класс кабинетики такие то есть ты можешь садиться за компьютер и искать себе работу любую ну чаще всего это были малооплачиваемые работы и на этой бирже был русскоговорящий он менеджер был то ли Леонид его звали как-то он мне ну ему подходит имя Леонид такой крупный мужчина седой такой седовласый и он мне говорит что ты ходишь в этот колледж для вот этих всех беженцев которые приехали они все равно работать нигде не будут вот просто ходят и протирают штаны на этих классах ты если говорит хочешь найти нормальную работу то ты иди сразу учись на профессию то есть профессия у меня уже была на тот момент я училась на экономиста и работала бухгалтером в Крыму перед тем как уехать в одной крупной торговой компании он мне говорит вот ты иди учись на бухгалтера здесь можно быстро закончить курс и как бы экспириенс у тебя уже есть стаж работы поэтому иди выучись на бухгалтере как раз подтянешь профессиональный язык то есть будет у тебя лэнгвич такой уже более профессионал не то что там просто разговорный а именно уже на уровне вот финансово экономические термины разные я послушала его записалась в колледж закончила этот курс и пошла работать я при колледже нашла работу и работала бухгалтером бухгалтером бухгалтером